Екатерина Анатольевна Редактор субтитров А.Семкин Знаете, среди социологической братьи есть такая особая категория, которая называется «социологи знания». И вот одно из таких очень важных наблюдений этих людей заключается в том, что они видят, как меняется реальность и наше повседневное представление о ней, и до какой степени консервативным остается наше мышление, наши экспертизы и, конечно, в первую очередь, академическая наука. Кажется, что наука придумывает идеи, а практика за ними тянется. Это крайне редко. На самом деле, наука весьма консервативна, по крайней мере, социальная и гуманитарная наука, практическое мышление живое. И это связано с тем, что чрезвычайно сложно отказаться от старого языка и придумать некоторый новый язык. Мы имеем ситуацию сегодняшнюю с абсолютно изменившейся реальностью современных городов. Я частично говорю о мире и о России в том числе, не контрастируя российский урбанистический опыт общим мировому. Где-то мы отличаемся, где-то мы в общем процессе. Но мы видим, как меняется роль городом. Город становится неизмеримо более самостоятельным, более независимым. Он сам становится игроком на современном глобальном пространстве, и в глобальной экономике, и в глобальной политике. То, что существует между городами конкуренции, если она существовала раньше между единицами, то сейчас это абсолютно нормальное состояние. Если вы посмотрите современные книги, может быть даже напрямую не имеющие отношения к городам, то увидите, что основной посыл, идущий от менеджмента, от теории управления и многих других сопредельных форм знания как раз связаны с тем, что учитесь конкурировать. Конкуренция становится абсолютно естественным состоянием. Вне конкуренции город не живет, он не выживает. Это общее представление об изменившейся реальности на самом деле ставит перед нами очень интересную проблему. А как города на это реагируют? Мне кажется, конечно, это очень грубо, мне кажется, что мы можем, в том числе и говоря про российские города, выделять такие две любопытные стратегии поведения, линии поведения, точнее, это не совсем стратегия. Мы имеем дело с городами повзразлившими, то есть с теми, которые стремятся успеть за меняющимся временем и меняющимися обстоятельствами мира, и городами, которые остаются в известной степени инфантильными. Я поставил в кавычки слово «инфантильные», потому что, имея в виду, что это иногда сознательная политика, как некоторый феномен Питер Пэна, про который пишут современные психологи, рассуждая об инфантилизме взрослых людей, тридцати-сорокалетних мужчин, сознательно не выходящих из состояния подростковой ментальности. Эти города отличаются, наверное, своей, прежде всего, муниципальной философией. Как поступать? Встраиваться в существующую политическую систему и ориентироваться по логике «правильно себя буду вести, больше получу» или же становиться в большей степени самостоятельными, самоопределяться и искать, искать, еще раз искать, и, может быть, даже не бояться ошибок и определенного рода неудач. Вот эти города, наверное, пока еще в меньшинстве, хотя мне кажется, что за ними будущее, но в этом сочетании между повзрослевшими городами, городами ориентированными на успех и городами, которые успех понимают очень консервативно, очень традиционно из той логики матрицы 20-го, а, может быть, даже еще более ранних времен, мы видим, что возникает абсолютно новое муниципальное качество, на которое все закрываем глаза. Город — это организм, в котором власти, сообщества и город, как некоторый материальный объект, находятся в таком взаимодействии, при котором необходимо соответствовать духу времени. Устаревая — это, я не имею в виду, города, которые ставят свои задачи быть старыми и на этом играть. А вот устаревание — ментальное, психологическое, а тем более, когда город власти живет одной жизнью, а сам город живет другой жизнью, становится, конечно, большим препятствием. Я еще раз вспомню про город Москву. Мы с вами видим, на самом деле, что идеи о развитии города Москвы являются абсолютно чиновничьими и ничего более. В какой степени они совпадают с представлением московского городского сообщества, даже такой задачи не ставится. Кроме, может быть, самых поверхностных, простых опросов общественного мнения, которые, как вы понимаете, никакой глубины проблемы не вскрывают. Должен ли город развиваться, выходить за его пределами? Это все решается на чиновничьем уровне, хотя с большими амбициями, с высоко поднятой планкой. Но важно понять, что это очень старомодное мышление. Мышление, которое построено на имперском представлении о том, чтобы сделать громко, сделать что-то большое, придумать какой-то некий сверхъестественный проект и его реализовать. Но это же ведь инвестирование государственных денег в само государство. И уж никак не в развитии города. И, конечно, мне кажется, что это очень печальная идеология. Так вот, перед современным городом существуют две основные идеологии, или, как можно назвать так, искусство. Это искусство быть собой или искусство стать самим собой. Это в некотором развитии идеи самоопределения. Я в данном случае хочу подчеркнуть другую вещь. Речь идет о том, что современный город нуждается в очень четкой и в очень прозрачной и внятной идентичности. Город, не обретший, понятную для самого себя и для внешнего окружения идентичности, это город, у которого стратегия неуспешная, очевидно, и, может быть, даже, можно сказать, и громче. Это стратегия на неудачу, если вообще это можно назвать стратегией. Быть собой и стать собой отличается, на самом деле, исключительно одной вещью. В какой степени ты придумываешь свой собственный нарратив или же в какой степени ты развиваешь некоторые свои старые идеи. Понятно, что города, имеющие очень большую и богатую историю, это города, которые естественным образом играют в категории «быть самим собой». Но города, которые способны закрыть страницу своей непродолжительной и не очень красочной, а тем более внятной истории, города вполне могут начинать с нуля фантазировать, фантазировать, фантазировать и еще раз фантазировать. Потому что вовсе не обязательно, чтобы те городские культурные проекты или же культурные политики были бы обязательно каким-то образом фундированы в некоторой реальности. Это все придумывается с нуля, ибо неповторимость, подчеркну еще раз, и индивидуализация становятся признаком успешности современного города. Аутентичное «я» означает, что город включается в известные нам на сегодняшний день более-менее такие муниципальные, если я без позволения сказать, сети или же клубы, на которые разделен современное мировое пространство. Смотрите, мы пользуемся уже категориями и аппаратом современного языка. Глобальные города, мировые города, индустриальные города, постиндустриальные города, мифологические города, города и биополисы так называемые. Много-много других слов, свидетельствующих о том, что мы берем некоторую для себя матрицу современного мира и пытаемся определить, в какой клуб городской мы хотим определить свое городское развитие. И, естественно, в соответствии с этой генеральной линией пытаемся это выстраивать. Это, конечно, проблема претензий политической, в том числе и во взаимодействии между обществом городским и властями. Но государство уходит из пространства городов все больше. Хотя может показаться, что оно крепко в нем сидит, не дает возможности им развернуться, по крайней мере, российское государство. Но на самом деле общая тенденция разгосударствления городов, означающая, что город и его развитие становятся дорогим делом, неизменимо более дорогим. И современные городские стратегии уже выбираются непосредственно городами, чем навязываются сверху федеральными правительствами, или же не обязательно федеральными, но вообще, так сказать, из центра вниз, от государства, идущего к муниципалитетам. Здесь, конечно, много вопросов. Я просто хотел бы обратить ваше внимание. Город становится очень дорогой игрушкой для государства, и государство уходит из городского пространства. Ну, например, вот какие, если вы посмотрите на признаки новой урбанистической реальности для России, то обнаружите, что все крупные, средние и малые города России, я в данном случае хочу обратить ваше внимание именно на них, начинают играть в новые урбанистические игры, абсолютно несвойственные старым временам. Даже не то, что поколение 2 назад, даже 10-15 лет назад мы жили еще в старой урбанистической реальности. Я не знаю крупных городов России, которые каким-то образом не задумываются о своем некотором столичном статусе. А так мы видим с вами федеральные столицы, южные и северные, географические, поволжские, морские, хлебные, я не знаю, олимпийские. Я уж не говорю о тех столицах, которые существуют в рамках семи федеральных округов, а еще у нас есть основная столица, вторая столица, третья столица. Это Казань подает в Роспатент для того, чтобы зарегистрировать за собой статус третьей столицы. Понимаете, это очень интересный процесс. И получила это, и попробуйте теперь этот у нее отобрать. Они были в этом смысле первыми, забив за собой. Это игра со столичностью, игра в крупные мегаполисы. А вот очень интересная штука, мифология, которая на самом деле на сегодняшний день, если вы внимательно изучите ее, обратите внимание, что эта мифология чаще всего полна вымысла. Точнее сказать, если быть таким, как сказать, очень строгим исследователем, то мы с вами видим, что все в сплошной фальшак, тысячелетия, пятьсотлетия, полутора тысячелетия, это вот постоянная конкуренция и борьба между городами. Я хочу подвести некоторый итог и сказать вот какую вещь. Стандартная городская политика почила в Бозе. Это выражение и эта мысль на самом деле очень важная. Города становятся рефлексивными, и само слово «сочетание городская политика» перестает иметь смысл, потому что мы вступаем в действительность, в которой существует политика городов, то есть невероятное большое разнообразие. И в рамках этого разнообразия все болевые вопросы, как нам развиваться через экономический рост, через инвестирование в человеческий капитал, через развитие каких-то уникальных процессов, это все свидетельствует о рождении нового понимания успеха. Успех и критерии успеха не придумываются извне, они рождаются в самом городе, примериваются для самих себя, и это становится ориентиром будущего развития. И, возможно, в этом новом понимании, в этих новых пониманиях успеха существует совершенно иная языковая парадигма. Мы говорим другими понятиями, мы начинаем бояться экономического роста, мы начинаем говорить о том, что развитие является в большей степени для нас приоритетом, мы в меньшей степени говорим об инвестировании в то, что не связано с человеком, в большей степени про человека, ну и, конечно же, стратегии и рефлексии того, что существует. Завершаем одно предположение. Я думаю, что скорость изменений, которые существуют в сегодняшнем урбанистическом пространстве, с одной стороны, родят у нас яркий пример успешных городов и бесконечного количества несчастных, неудачных городов, без всякого пренебрежения по отношению к ним, но все-таки скорость этих перемен гораздо большая, чем нам временами кажется. Полагаться на старую модель не приходится. Спасибо большое.